Наставники есть во многих сферах. В Краевом управлении ГОИЧС в поисково-спасательном отряде действующие водолазы обучают молодых спасателей. Роман Латышев обучает двух начинающих бойцов отряда. Они сейчас проходят водолазную школу. А когда закончат её и получат все необходимые документы, будут работать спасателями. И будем дальше работать с ними. То есть будем проводить тренировочные спуски. У нас же, как у водолазов, чем больше мы тренируемся, тем больше у нас вот этих рабочих всяких спусков, тем нам проще потом вообще работать. И мы уже нарабатываем всё до автоматизма. Они должны понимать, к чему они готовятся. Они должны понимать, что психологически, даже если их сразу не будем посылать за потерявшимся человеком, что они должны понимать, когда мы вытащим этого человека, что вот такой человек, они должны это психологически всё понимать и воспринимать. А на этом барнаульском производстве часы, проведённые за станком, безусловно, в радость. Здесь получают настоящие бриллианты. Их вытачивают из алмазов огранщики. Эту профессию может освоить сегодня любой желающий. Обучает новые кадры огранщик с 35-летним стажем Андрей Морозов. В 2023-м он стал наставником года по версии крупнейшей в России компании лидера алмазной отрасли. Приходят и обучаем в течение полгода. Учим, получается, сдают на разряд и начинают работать уже в основном производстве. Ну, больше всего манит, наверное, людей всё-таки вот этот блеск бриллианта. Как бы интерес, как его делают, из чего делают. Все по-разному делают. И камни у всех, вот даже у нас на оценке, они могут посмотреть бриллиант и сказать, кто его огранил. У каждого свой рисунок. Ещё один не менее яркий пример наставничества. Николай Комлев из села Косиха больше 10 лет руководит ансамблем «Калинушки». Возглавил ансамбль он в 19 лет. Сейчас в нём 10 солисток. Душа лежала, потянула к родине, обратно. Ну, у нас здесь красиво, тихо, нравится атмосфера, все свои люди. Поначалу было, конечно, немного волнительно, потом приспособился. Дисциплина, самое главное. Все слушаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!